Всем привет! Здравствуйте, дорогие телезрители! Да, Олег даже с нами! Привет! Сегодня у нас мы про разделы, будем говорить, разделы файловой системы, монтирование, автомонтирование. В основном про разделы, потому что это я, к чему я успел подготовиться. И все специально для Кирилла, который пришел сегодня единственный. Кирилл молодец! Отлично, ребята, особенно с вами. Олег, может быть, нам что-нибудь тоже расскажет. Так, значит, начнем про разделы. Я подготовил всяких интересных штучек. Не тупо там, да, там, вебстав. Говори громче, Коля, телезритель тебя не услышит. Телезритель. В общем, я постарался, как всегда, хоть это такая академическая тема, да, работа со разделами, в принципе, ну, вот любой Linux все это знает. Когда ставишь там все это делаешь, размечаешь туда-сюда, ну, я вот, я сказал, любой, даже не начинающий вообще. Вот, в том плане, что... Просто открыть дверь. Она же открыта. Вот. В том плане, чтобы было поинтереснее, да, там я нашел парочку интересных примеров, вот, с которыми попробую сегодня вам показать. Вообще, что такое, что такое раздел? Раздел, как говорит Википедия. Раздел это часть долговременной памяти, накопителя данных, логически выделенная для удобства работы и состоящая из нежных блоков. Вот так вот. Разделов может быть на диске несколько. Зависит от того, какая у нас используется таблица разделов, да. Мы можем использовать Master Boot Record, да, MBR так называемый. Вот, самое старое, что у нас есть, там она в 80 какого-то, в 83 году была придумана, да. Вот. И то, что поновее, мы можем использовать GPT. ГУИД ПАРТИЩИН ТАЙБЛ, потому что там каждому разделу присылается метка в виде такой большой, очень хэш-суммы, вот, которая как-то индивидуально, даже не то, что на одном диске, а фактически индивидуально там во всем мире, да. В плане, что ну очень-очень, как бы, маловероятность коллизии, как бы, да. Вот. Что вообще, вообще, что такое у нас MBR? MBR располагается в первом физическом секторе жесткого диска. MBR позволяет нам сделать... Четыре всего мы можем сделать раздела на MBR. Три основных? Нет, мы можем сделать три основных раздела и четвертый логический. Вот. Все потому, что у нас под MBR выделено всего 64 байта, да, а каждая запись занимает 16 байт, соответственно, всего 4. Вот. Когда MBR придумывали, да, вот, в стародавнем году, как бы, да, думали, что, воу, 4, как бы, это дофига, и нам все это хватит, вот, ну, не хватило. Да. Да, 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 MBR работает с дисками с объемом до 2 терабайт. По факту, там, можно как-то извратиться, да, и сделать побольше, но, как бы, стандартными средствами только до 2. Вот. GPT вообще не ограничено. GPT фактически не ограничивается количеством разделов. Вот. В MBR, ну, я просто сейчас, как бы, сравню, да, MBR, GPT, по-моему, да, чем GPT лучше, чем MBR. Вот. MBR хранит информацию в начале диска у разделов. Как бы, да, если мы начало диска потеряли, так скажем, все. Да, да, ну, как бы, надо это восстанавливать. Не, ну, в принципе, это можно восстановить, как бы, да, это средства, да, есть, но это уже, как бы, тяжелее. GPT хранит несколько копий. Несколько копий хранит GPT. Повторяю Олегу, который отвлекся. Не отвлекайся, Олег. Ну, вот. Мало того, что она хранит несколько копий по всему диску, так она еще и хранит контрольную сумму по всему, да, этих копий. То есть, если у нас что-то где-то повредится, то GPT может самостоятельно перестроить и восстановить информацию. Вот. В общем, такие дела, а ОМБР не может. Вот. Еще интересная штучка тоже, про которую я... Да. Можно использовать на несколько... Да, конечно. Я никогда не разрешал диск для установки сам. Я пускал нажимал автой. А. Может, это всегда будет достаточно. Ну, да, окей. Ну, когда ты не сталкиваешься, как бы, да, в основном такие штуки придумывают, когда, ну, GPT тебе надо, да, там, вот прям вот пипец как надо, если у тебя диск больше двух терабайт. Тогда, да, тогда, да, GPT, там, все. Слушай, ну, на самом деле сейчас 3-4 терабайта, как бы это уже стандартно. Ну, как бы они не особо такие дорогие, прям, уже много где встречаются, да. Вот. Еще интересная штука, вот, я тоже вчера, когда готовился, узнал, да, что, когда мы используем GPT, для совместимости со старыми компьютерами, со старыми системами, у нас в начале GPT стоит так называемый защитный МБР, типа заглушечки, которая для старых систем выглядит, как будто у нас на всем этом диске один большой МБР, один большой раздел. То есть, чтобы система этот диск случайно не перезатерла, да, чтобы она не говорила, там, вау, у нас какой-то там неизвестный диск, там, да, давай-ка его форматнем, как медалюбинка, да, давай-ка воткнем флешечку и форматник ее, так же, да, вот. Соответственно, вот такие вот дела. Да. Я думаю, что разницы нету. Я не встречал какой-то, знаешь, штука. Не знаю, не знаю. Как выглядит этот, например, один большой диск, это система, в которую идет отборная со старыми системами. Ну, так и выглядит, как будто у тебя, как будто у тебя просто весь диск в одном, вот, форматирован в один иначе раздел. И если на него написать, то, конечно, конечно, надо похериться. Это просто сделано именно для того, чтобы, знаешь, там, если ты воткнул, она как бы тебе скажет, о, у тебя ничего нету, да, на диске, она не видит эту МБР. Да, и ты, во-первых, ты сам можешь подумать, а, что-то, типа, мы ничего не видим, да, давайте порохнем. Либо она может предложить тебе, вот. Ну, в принципе, логично, да. В принципе, стандартные утилиты для, вообще стандартные утилиты для работы с разделами в диске, это F-диск. Вот. Это для работы с МБР, да. Для работы с GPT у нас есть утилита G-диск. Логично. G, G, G-диск. G-диск. Нет, ее надо ставить. Ее надо ставить, но G-диск, он у тебя позволяет, а, видишь, он говорит тебе, GPT F-диск, да. То есть она тебе может, она позволяет тебе работать и с МБР, и с GPT, вот. Я сейчас на примерчике покажу, вот. И, в общем, вот она по факту, как бы, если вы знаете F-диск, да, нормально, то G-диск тоже самое. Ну, очень-очень похож, очень сильно. Я, как бы, прям, ну, сходу, я вчера поигрался, да, особо не нашел отличий. Ну, вот. Значит, что? Что? Давайте по F-диск сначала. Не, партет. Партет, не люблю. Ну, партет есть, да, можно партет, и, может быть, он даже есть. Нету его. Партет нету, его надо ставить. Но с партетом особенно я не работаю, если честно, я скажу, я, ну, что это понимаю, я сейчас не скажу. А, вот. Если можешь чем-нибудь рассказать, расскажи. Ну, я, конечно, не просто не понимал, как это G-диск, поэтому можно партет. Партет умеет же G-диск? Да? Круто. Окей, будем знать. Так, смотри. F-диск. Сначала про F-диск, да? Самый простой F-диск минус L. Да, смотрим, какие диски у нас есть, какие разделы на дисках есть у нас, да? Видно там, примерно? Можно покрупнее сделать. Да, F-SDA, 8 гигов, SDA1, SDA2. Старт, энд в... Сейчас, это не сектора, это блок. Это не блок. Это не блоки. Это... Блин, где же это? Сейчас у меня выскочил из головы. Это нужно. Цилиндры. Это цилиндры. Вот. Смотрите, старт, энд в цилиндрах, количество блоков он показывает, да? ID. ID, так называемый идентификатор раздела. Вот. Когда мы создаем раздел F-диском и G-диском, да? ID раздела прописывается стандартно в это, линуксовый, 83-й номер. Вот. Да, я покажу. ID-шников. Весок-ид-шников, да. Сейчас будем F-диском форматировать, я покажу. По факту, смотри, у нас ID и систем, да, показано. А, ну здесь вот мы видим, да, ID-83, систем, линукс. Вот. Стандартный линуксовый, да, расшифровка этого айд-шника. Тут у нас 8E и линуксовый. По факту, на самом деле, ID нашего раздела особо ни на что не влияет. Да, но при этом, как бы, рекомендуется его указывать на, ну, таким, каким, как сказать, как предполагаемые данные, какие будут о нем храниться, да, и какая файловая система. Если мы 83-й раздел Linux, это имеется в виду, что есть C2, X3, X4 там будет, да, вот. 8E это линуксовый. По LVM рекомендуется использовать 8E, потому что, ну, по крайней мере, я видел такую информацию, да, где говорится, что метка ID 8E, да, помогает при восстановлении линуксовых LVM томов. То есть система видит, что у нее метка 8E, да, соответственно, она говорит, о, у меня тут, наверное, LVM, дай-ка я его это... И... да, 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 да. Хотя, в принципе, если сделать просто на линуксовый, как бы, да, как в 83 ему по месяцу, особо ничего не случится. Так, дальше. Смотрим, у нас SDB, SDC у нас есть, по 104 мегабайта каждый, ничего на них нету. Вот. LVM том один у нас есть, под рутом все это свап, вот, больше ничего нету. А еще интересная штука, смотрите, у нас нету здесь, видите, BUD, второй параметр. Вот. У нас ни один из дисков не помечен как BUD-овый. Прикол в том, что на самом деле в линуксе давно это уже не надо делать, вот, и что LELO, что MB, и что GRUB, они не обращают на это внимание, вот, на эту метку BUD-ового диска. Я знаю, что указано в конфиге, то я берем цену. Да. Это метка загрузочного тома, да, загрузочного тома нужна больше для DLIN-ды. Да, она и юзает, это делается. Да, внимание, за прос. А с чего начинается загрузка, вот, и система, если один из топор установки, допустим, загружается BUD-овый со старых калибров, есть ли он в области, и читает какой-то сектор, какой-то сектор, какой-то сектор, какой-то сектор. Да, какой-то сектор какого-то диска. Ну, первый сектор первого диска, так там, вот, слушай, если на самом деле во все это углубляться, вон, Олег Наразнает, тебя спрашивали? Да, у тебя вращали BUD-овый. Расскажи сюда, наверное, не слышно. Как происходит загрузка? Включается компьютер, загружается BIOS. В BIOS все указано, загружаться с такого-то диска, ну, физического имеется в виду. На этом физическом диске, собственно, у тебя в начале, в МБРе, то есть читается МБР, в МБРе у тебя так называемая первая стадия загрузки, да, то есть там указана информация о том, где взять полноценный загрузчик. Соответственно, уже загружается загрузчик, то есть там Grab, например. А у Grab уже свой конфиг. Да, и он дальше знает, что загрузить, то есть где ядро, где там базовая, как это, файловая, образ базовой файловой системы. И, да, то есть, соответственно, их загружается ядро, подгружается вот этот вот образ файловой системы в память. В этом образе там в основном лежат несколько библиотечек, несколько утилиток и куча модулей ядра, которые необходимы для загрузки. Соответственно, это все погружается, потом там есть свой инит, который уже берет иниту, то есть монтируется файловая система основная и запускается инит с основной файловой системы. А потом временная файловая система размонтируется? Ну, грубо говоря, да, то есть она уходит в небытие. И вот у тебя готовая система, собственно. Потом уже инит у тебя погружает все в соответствии с конфигами файловой, в операционной системе. Шикарно. Продолжай, молодец. Так, дальше, что мы тут, в диск мы начали смотреть. Gdisc тоже самое умеет, да? Минус L. Можно посмотреть не просто минус L, да, чтобы все посмотреть, да, эти. Дев, SDC, например. SDP. Вот, на devsdb у меня что-то есть. Вот он пишет, смотрите-ка, gdisc-l, dfsdb, вот он говорит, gpt present mbr, да, да, это я вот вчера развлекался, как раз тестировал все это дело, да, и этот форматного gpt его, да. Что ты говоришь, а в коем случае выяснили, ну, я знаю. Не знаю. Честно, у меня особо... Тоже, что это загрузочная запись? Ну, судя по всему, да. Точнее, как таблиц пайлов? Видимо, да. Ну, если честно, я тоже, я вчера посмотрел, но мне уже, как бы, уже было лениво разгораться с этим делом. Вот, и вот, 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 диск идентифайр, да, гуид. Вот эта циферка. Как бы, да, про что я говорил-то, да, почему g-part, g-диск и gpt, потому что гуид. Хороший вопрос, но мне кажется, да. Почему нет? Можно потестировать. Ну, я же, я думаю, что должен, конечно. Ю-ид, 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 он же к физическому диску привязывается, насколько я знаю. Он диск идентифицирует, нет? А, раздел, а, раздел он тоже, да, может, мы же можем по ю-иду. Это будет домашнее задание, потестировать, Олег, тебе домашнее задание. Ты спросил, тебе домашнее задание. Так, идем дальше. Чуть-чуть про файлы, подождите, это я как-то, это вот, что, куда я перескочил? Я тут еще половину не рассказал. Вот. ID раздела рассказал. Давайте попробуем что-нибудь форматнуть. Что у нас тут как раз? ДФСДБ. Ф-диском стандартно. Посмотреть, принт. Ничего нету, да? Help, ну, в принципе, понятно. M4 help. Что мы можем делать? Самое простое, N, создать new. Говорим, P, primary partition. Partition number. 1. First cylinder, да, это в цилиндрах, Олег, правильно сказал. Первый цилиндр. Здесь мы можем указать, либо по умолчанию, там, все 12 цилиндров, либо мы можем в size говорить. Ну, то есть, в нормальных уже единицах, там, сколько-то, 10 мегабайт, 20, 100, там, да, мегабайтов, уже гигабайтов. Вот. Либо просто по умолчанию оставить. P нам покажет Start, End, Block, ID 83, Linux, стандартно, да? Чтобы посмотреть доступные ID-шники, у нас есть команда L. Вот. ID-шников, на самом деле, да, их на самом деле больше 100. Вот. Это те, что, вот, у вас поддерживаются. Вот. Ну, самое интересное, что есть Linux LV, да, 8E, 83 просто Linux, 82 Linux V, вот. Ну, и тут целая куча всего остального. Ост-пополам, Будмонарк, тут какой-то, да, вот. Много-много, да, чтобы поменять, нам надо кнопочку T нажать. Вот, он говорит, укажите нам код. Ну, можно поменять, например, на 8E, там, да, как будто мы LVM хотим. ИП нам покажет. Что здесь интересного? Вот то, что мы сейчас делаем, оно у нас сейчас находится в памяти. То есть, мы ничего не записали на Linux. Да, еще никаких изменений, у нас никаких разделов еще нет, мы еще ничего не успели сломать, ну, или починить, там, в зависимости, да. Вот, да, конечно, в write, так, вообще перед записью хорошо говорят, вот. Weaver Boss, смотреть, что у нас там произошло, и записать, и выйти, да, W. Все. Окей, все записали, можно еще раз их посмотреть, P. Все записалось у нас. Что еще здесь интересного? Так как у нас нету бутового флага, на самом деле для нас очень важно, с какого сектора у нас начинается загрузка системы. Но так как у нас здесь показаны не сектора, а цилиндры, нам надо перевести его в другой режим работы, это кнопочка U. А, кстати, прописано, конечно. Вот. Change Units. Переводим ее в другой режим работы, чтобы она показала вам сектора. И по P мы теперь видим сектора. Как бы, да, это очень важно, например, если, когда мы хотим сделать, расширить partition, да, ну, расширить файловую систему, мы удаляем старую, да, старый раздел удаляем, начинаем, привет. Новый раздел начинаем, он должен стартануть, если, ну, как бы загрузочный, да, нашел старый раздел, он должен стартануть с того же сектора, как и был, да, а закончится уже больше. Вот. Соответственно, это очень важно. И почему это еще важно? Потому что вот здесь вот, помните, я когда сейчас сделал, у нас ничего не спрашивали, это first cylinder, окей, first cylinder, да, а по факту сектор 63 у нас. Если мы сейчас отсюда выйти, вот, какой-то, выход без применения изменений, да, мы можем посмотреть, что у нас записано на FSD, это мой первый загрузочный диск, да, сделаем print. И вот сейчас он тоже опять нам в цилиндрах показывает. А, тут тоже 63. Имейте в виду, что мы... Да, что у нас что-то там съехало. Ну, на самом деле, знаешь, если уходить, вот прям насчет этой записи я тебе точно не скажу, да, но просто есть так, как сказать, типа, если все делать, ну, как, по-правильному, там, да, когда супер того, чтобы быстро все работало, да, у нас же там есть физические блоки, да, у нас есть логические, у нас есть цилиндры, у нас есть сектора, у нас есть много чего, у нас есть начало диска, есть конец диска, в начале диска данные читаются чуть-чуть быстрее, потому что, как бы, площадь, ну, окружность меньше, да, там она больше, как бы, если насчет этого всего заморачиваться, то и все везде сделать правильно, да, то мы можем получить какой-то выигрыш, на самом деле, в скорости, вот, в том плане даже, что сейчас же большие сектора, как их, сектора, диски, диски, да, они используют сектораны не по 512 кбайт, а по 496, а? Да, по 4 кбайт они используют. Соответственно, и когда на таких разделах мы, на таких дисках создаем разделы, да, мы бы хотели, конечно, указывать, что там, этот, что надо использовать по 4 кбайт, в общем, да, данные там, и потом мы создаем файловую систему с указанием, да, что типа используют по 4 кбайт, потом мы в Linux, в LVM указываем, да, что у нас 4 кбайт, как бы, если мы, если насчет этого всего заморочиться, вот, то мы можем приобрести выигрыш. Да, 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 тебе это может ускорить чтение. На самом деле, ну... А если множество мелких, то лучше поменьше делать, да. Слушай, ну на самом деле, я когда-то, одно время, я очень заинтересовался этой системой, да, как-то давно, вот, пытался, я правда тестировал под виндой, да, форматировал ее с указанием разной величины, в общем, этой разной величины, да, раздела, вот. Я особо не увидел, честно тебе скажу, но как бы, может быть, там есть какая-то там, да, может быть, на большом количестве очень этих файлов, там еще что-то, но я тестировал там на специально отдельный жесткий диск у меня был, да, который так форматировал, на нем игрался там и так, и сяк, и как бы прямо я не очень увидел, сейчас у тебя. Тут скорее больше играет роль выбор файловой системы, которую ты будешь применять, как бы, да, в том плане, что у тебя есть файловые системы, которые заточены под хранилием больших данных, больших файлов именно, как бы, да, не мелких. Ну, у нас же есть файловая система, вот мы сейчас вот как-то плавненько перешли, да, что у нас есть файловая система общего применения, да, такие как с EXT, EXT, EXT2, там, да, 3-4, вот. Это как, ну, общего считается применение. У нас есть, да, специальное назначение, да, которое там для, а? Да, 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 там, вот, для мелких данных, там, да, для больших, вот, соответственно, тебе надо все это дело, как бы, смотреть и изучать. Если ты знаешь, что ты будешь хранить на дисках, вот, ты выбираешь правильную файловую систему. А если это тебе, как бы, кофе будет, ставишь обычную, нормально все будет. Если я вернусь в дыру, я до сих пор в ломбе себе представляю, как файловая система сыграняется на диске информации, где мы делаем целый файл. Ого! На нижнем уровне, да. На самом деле, на верхнем уровне там, о-хо-хо. Я тоже, вот, я в этом, на линуксе, а, ты же не был на линуксе. А, ты был на линуксе. Я был. Вот, вот, я про этот, про девайс маппер, когда начал читать, да, все это дело, ну, вот, я понял, что, что я тоже этого не знаю. На самом деле, там очень-очень много всего, да, много очень информации, как бы, это очень интересная тема. Я очень хочу с этим разобраться и рассказать. Какая тема, как-то, есть тема в компьютерной, скажем так, областях, на которых можно специализироваться. Да, вот, да. Ты можешь быть сетевиком, и тебе эти линуксы и прочих хрень, а еще нахрен не нужна сетевика. Да, да. Есть ребята, которые занимаются вот именно хранением данных, да, как расположены, как восстановить, как куда-лить. Они могут не знать все остальное. Да, но что-то... У них есть огромная своя область, и они будут успешны в ней, нормально зарабатывать и все такое. Там, на самом деле, появляется еще очень много всяких интересных штук, такие как планировщики, записи, там еще что-то такое, да, там всякие такие темы. Ну вот. Я вот очень хочу, на самом деле, в этом разобраться, да, и я как-нибудь расскажу, когда чуть-чуть поподробнее разберусь. Ну вот. Дальше. Смотрите, что еще я хотел рассказать. Вот утилита SFDisc. Знаешь, Олег, SFDisc? SFDisc. 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 А, подожди, я... SFDisc. Знаешь? На самом деле, утилиты, которые не особо, где рассказывают, да, и не особо так... Ну, она не особо известная, да, но... чертовски удобная, скажем так, да? Так же, как и в диск? Так же, как и в диск предназначена... Для мунипуляции, как сделаны? Да, да, для мунипуляции, как сделаны? Да, да, для мунипуляции, как сделаны? Но она тебе позволяет очень... Она более, так-то, универсальная, да, вон он... Ну... Ну, я не знаю, я... Она больше функций, наверное, да, да, ее более удобно с помощью этой утилиты что-то автоматизировать, там, да. Например, один из самых распространенных, там, да, это... Давай посмотрим F-диск сейчас. Отставить надо? Нет. F-диск минус L сейчас. Dev, SDC, что у нас там? А, подожди. SDB. Ага, смотри, у нас на SDC ничего нету. На SDB у нас... Где это, посмотрел? На SDB что-то есть. А, SDB есть, на SDC ничего нету, да? SF-диск позволяет тебе копировать разделы с одного диска на другой. Чтобы руками не создавать. Да, да, кстати, она выдает информацию, да, раздела. Да. И потом ее можно принять, и... Собственно, наверное, по MSN можно передать. PSSH. Как хочешь. Сохранить файлик. Я сейчас тебе покажу. Смотри, что там SDB. Dev, SDB, минус D, pipe, SF-диск, dev, SDC, да, у нас пустой был? И теперь посмотреть SDC, пожалуйста. Полная копия. Очень удобно, когда мы, например, меняем диски в RAID. Ну, это именно, а теперь можно списывать все. SDB, SDC, ну, совершенно то же самое. Все, всю информацию полностью скопировал. Чертовски удобно. Удобно делать, например, перед тем, как мы что-то творим с разделами непонятное, да, бэкап мы можем не просто передать ей, да, через pipe на другой диск, а сделать вот так вот там. Пожалуйста. Копировалось. Да, и если мы хотим восстановить... Что у нас? SDB. Мы делаем... Вот так. Оп. И типа у нас все восстановилось. Нет, недавно, только разделы, да, только разделы. Ну, если ты там, ну, натворился разделами не то, там, да, там все разделы потерялись, у нас есть бэкапы, так, чик, быстренько и восстановить. Прикольно. Да, структура останется. Структура, и вот и SFDisk, пожалуйста, тебе, да. Вот так вот. Данные и... Тоже другие штуки. Самое такое, да. Да. Да, дальше быстрее. Кстати, я как-то... На сервере нужно поменять было диск, сохранив все данные вообще один в один. Я долго мучился, создал отдельную файловую систему, там, копировал, копировал так, копировал и так. И у меня все, ничего не получалось. Не ехал. И тут я вспомнил ADD. И очень быстро и качественно перенес данные. Да, ADDшечка рулит. Но у ADDшки есть минус, потому что она копирует все подряд, на самом деле, и нули, и единички. Соответственно, с одной стороны, это плюс, что ты в один в один перенесешь, с другой стороны, это очень много времени займет. Да, пустое место тебе тоже будет обрабатывать. То есть, тот же самый или там пропиертарный Акронис, или клонезила нормальная, особенно новая клонезила, если честно, она удивляет. Она очень-очень быстро работает, чертовски быстро. Вот, и умеет. Так ты все равно, ты будешь все-все-все считывать. Ты получаешь ADDшкой, будешь читать, да, каждый. А клонезила, она понимает, что у тебя там, может быть, диск огромный, половина него только нули, там, да, все остальное она там сожмет, и тебе куда-нибудь маленький образик сделать. Очень удобно. Ну вот, да. Еще недостаток ADD, что он копирует один в один. Допустим, если ты копируешь 250-гигабайтный диск на 500-гигабайтный диск, у тебя 250-гигабайт будут не задействованы вообще никак. Если ты хочешь их задействовать, тебе надо разжимать раздел. Ну, да, разжимать, да. Да, это да. Ну вот. Про SFDisk. SFDisk у нас есть интересная штука. Смотрите, у нас есть ключик минус N, то есть, типа, ничего не делать. Например, если мы хотим, мы можем сначала сделать backup, да, вот он, backup, поменять здесь какую-нибудь циферку. О, давайте ID-шник поменяем, 83 сделаем. Поменяли. Теперь попробуем его. Мы посмотрели, что у нас получится, да, ну, как будто восстановление сделали, да, но с ключиком минус N мы просто, чтобы чисто посмотреть, ничего не изменится, но это по факту. Вот, смотрите, у нас здесь 8E Linux LVM, а здесь у нас мы его переделали в ID-шник 83 Linux. Как бы все окей, можем минус N удалять, и по идее у нас сейчас должно быть все это. Все зашибись. минус N, да, пожалуйста, 83-й. Все хорошо. В общем, такие штуки с F-диском, вообще, красота. Еще один минус нашего F-диска и G-диска, да, в том, что мы, если мы хотим, если у нас, я не знаю, там, один момент у меня просто достали таски о том, что надо там расширить файловую систему на какой-то виртуалочке, да, соответственно, нам же надо файл, надо сначала раздел удалить, потом его создать, потом ее перезагрузить, ну, если вот один раздел большой, да, и, соответственно, это надо все руками заходить и делать. Ну, при расширении. Как ты его расширишь? Какие будут особенные утилитки? Особенные утилитки? SF-диск. Вот. SF-диск чертовски удобная хрень как раз именно для автоматизации. Вот. Я нашел, потратил какое-то количество времени, мне просто, ну, приспичило, мне, конечно, надоело руками просто это все делать. SF-диск делает, смотрите, что. Мы можем посмотреть, нас же интересует сектор первый, да, оно должно начинаться с того же сектора, как и здесь, как и есть. То есть мы указываем, что U, S, минус L, DEV, SD, чем мы там издевались, SDB мы издевались. Вот он нам показал, да, что у нас один partition, сектор старт-63, да. Дальше мы говорим, SF-диск умеет читать с STD-ин, мы говорим ей эхо, говорим ей 63, это потому что у нас раздел начинается с 63. Дальше у нас идут три запятые, вот так вот, вот так вот, потом вот так. SF-диск минус F, минус U, S, DEV, SD, давайте опять SDB, надо было хотя удалить. Честно, если я, я уже, я где-то себе просто записал инструкцию, как бы, да, вот эту вот, эту магию, вот, и вчера сходу не нашел, откуда я это скопировал. по факту, здесь у нас, а, известно? Ну, я не знал, для меня это было открытие, когда, вот, здесь у нас несколько параметров, начало сектора, там, видимо, дальше мы можем указывать конец, там, и все остальное, Звездочка указывает, что типа все подряд, в общем, если мы так делаем, то у нас затрутся все, что там было сектора, там, ну, в смысле разделы, разделы, если у нас там больше одного раздела, то у нас останется один большой раздел на весь диск, начиная с 63 сектора, вот, ну, опять, все сломалось, а еще, будто бы, он пометился, пока, кажется, кто-то, что, нет, ну, вообще, должно быть, 63, 3 запятых, SFDIS, минус F, минус U, минус S, ну, 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 я вроде тестировал, у меня все получалось, вот, а, подожди, он у нас, так, подожди, подожди, докуда он расширился-то, сейчас я найду, 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 энд у него был 7,7,9, 63,7,7,9, да, 7,7,7,9, 204,7,9, то есть он как-то, он его странно расширил, поэтому он стал ругаться, да, что это, ну, ладно, ну, не суть, в общем, такие штуки нам позволяют сделать автоматизацию, можем написать скриптик, конечно, все это надо потестировать еще, который ты, ну, как бы не надо руками идти, удалять, там, создавать это все, вводить параметры, да, потому что F-DISK он не умеет так вот такие делать, не умеет читать, цистодейны, но мне интересно, не уверен, если вам больше можно отдастся какого? Можно? Не уверен, но я думаю, очень, очень длинный строй, потому что, там очень длинные параметры, то есть там нет минус кей, минус с, минус ю, там все развернуто, да, там очень длинно, там все очень длинно, сказал Олег. Так. Где мой следующий листик? Так, GDisk. GDisk я, в принципе, показал. Дальше чуть-чуть про файловые системы. Как создать файловую систему на новом разделе? Вот. Это важный вопрос. Вообще, посмотреть, какие у нас поддерживаются файловые системы, можно вот так вот. TLS, SPIN, GDK. Вот. MakeFS. Какие файловые системы поддерживаются играм? А вот скажу тебе сходу. Ты помнишь? Да, смотрел, забыл. Вот, вот. И, смотрите, создавать файловую систему можем тоже двумя способами. Наверняка даже больше есть способов. Самый простой. MakeFS. MakeFS. Дальше через ключик T мы указываем тип нашей файловой системы. Мы выберем XT4, самый стандартный. Потом у нас есть ключик, например, минус L. Указывает лейбл или метка диска. Метка нам нужна иногда для того, чтобы, ну просто для более удобной работы, да, по метке мы можем даже монтировать диск. В принципе, да. Почему нет? Можем. И указываем dev sdb, да, мы там вот это все мучили. Да. Да. Вроде все получилось, да, нормально. Здесь мы ничего не меняли. Ни блок-сайз, да, ни фрагмент-сайз, ничего. По большому счету, на самом деле, все эти параметры, да, все это можно указывать при создании файловой системы. Иногда надо это все указывать, да. Можешь сказать, что это значит, что это значит, что это значит, что это значит? Слушай, самое простое, да, в XT2 нет уже журналирования. В XT3 есть журналирование. Да, в XT4 есть журналирование. Вот. Зурналирование нам очень часто помогает, ну, при восстановлении данных просто, да, если там какое-то нештатное выключение, там еще что-то. Но с другой стороны, в XT2 ты можешь использовать, если хочешь, ну, можно получить какое-то ускорение, да, потому что она более легковесная без журналирования. Да, да. Вот. Она должна работать быстрее. Вот. В файлу систему можно ставить по-другому. Вот это может сказать makefs точка, да, 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 EXT4. Ну, в смысле, makefs точка, там, и вот какой-то тип файлу систему указывать вот таким способом. Минус, минус, или можешь указывать, можешь не указывать, в смысле метку там, да. И давай sdb1 там же. И всяких меток. Метки можно посмотреть etulabel. Нету метки, потому что, ну, второй раз мы ничего не сказали. И также etulabel ее задает, да. Пожалуйста, как бы, да. Затереть с помощью etulabel тоже можно, просто вот так вот делаешь, чтобы нету данных, да, и... Окей. Метка затерта. Вот. Ну, так, красненько, да, создание файловой системы. Дальше, что у нас? Дальше, swap. Swap, файл подкачки, так называемый, да, или область подкачки на диске. Знаете, да, там, ты swap можешь делать либо на диск, ну, стандартно, да, либо файл. Почему нет? Можно на диске сделать файл, и на нем уже, в него делать swap. Обычно на диске, если ты можешь физический раздел отдать под swap, это будет быстрее, конечно, да. Вот. В swap обычно у нас вытесняются страницы памяти, которые, которым не хватает места в оперативной памяти. Вот. И к которым какое-то время нету обращения. На самом деле там более сложный алгоритм, да, что у тебя в память подкачиваются, ну, буферизируются, да, данные, которые ты читаешь, да. Они же, смотри-ка, то есть данные, которые ты считаешь с диска, они у тебя не просто там в память сразу попадают, там вот кусочки данных взял, да, и память засунул. А система более умная, она пытается у тебя, она, ну, как-то пытается предугадать, что ты дальше будешь делать. И для ускорения она берет там не только вот маленькие кусочки из файла, да, она берет пытаться там больше, да, не один блок там, да, а 3-4-5. И такими кусками считывает и буферизирует в памяти, да, вот. Соответственно, в Linux, как бы, да, такое понятие, как свободная оперативная память, это не очень правильное понятие, во-первых, да, что, ну, как бы, как, не то, что не очень правильно, как правильно сказать, оно такое довольно размытое, что ли, а? Виртуальная. Виртуальная, да, виртуальная, размытое, и типа того, потому что у тебя, все равно у тебя бывает, во-первых, у тебя кэши, да, у тебя оперативку старается, ну, систему старается ускоряться, да, и засасывать туда больше данных. Во-вторых, у тебя есть так называемые разделяемые библиотеки, да, когда у тебя одна и та же библиотека может использоваться несколькими утилитами, да? А непонятно, как ты будешь учитывать, правильно, что ты должен учитывать объем одной библиотеки или то, что у тебя, или объем, сколько там весь процесс потребляет, типа того, да, если он, получается, библиотеку к себе подтягивает, ну, как это происходит, я тебе так не скажу прям, да, ну, по факту, ну, тут есть над чем подумать, да, и как поспорить, как это все считать. Соответственно, как бы, да, тут такой еще вопрос тоже интересный. Вот. Да, это отдельно, отдельная лекция, да, и работа с памятью в Linux, кстати, в Яндексе, это хорошая лекция была, как раз про работу с памятью, да, в Linux, я ее так и не досмотрел, но я могу скинуть, если хочешь, это, там, прикольно. Да, на Хабре, по-моему, была. Ну, и они к себе выкладывают, там, очень клево, там, вот. Вот. А, ну, вот, да. Вот, я так не собрался, посмотрите, если честно, там, начал чуть-чуть, и все. Вот. Swap. Мы можем сказать, что вот это вот FSDB, да, что это у нас раздел swap. Make swap. Слоп. Окей. Дальше мы swap включаем, хотя swap у нас уже есть. Swap on. Да. О, каверзный вопрос. Как посмотреть файловые системы, которые ядро поддерживаются? Ну, давай. Надо капнуть прок в файл-системс. О. Здесь все, собственно, и виртуальные, и виртуальные. Нет, ладно, я обманул. А, нет, ну почему обманул. Проб, да, проб, виртуальные файлы-системы. Да, да. TMPFS. Sys, TMPFS. Что они же? X4. А вот странно, да, почему больше нет? Ну, да, кстати, как странно. Вот этого я тебе не скажу. Мы не скажем. Мы тебе не скажем. Слушай, ну, вот у меня, например, в дебе... А вот тебе все пока... Там больше. Там есть X2, X3, Razer, FS, XFS. Мне кажется, они могут быть... NCFS даже. Это, наверное, то, что включено в ядро, или то, что не включено в ядро. Оно как модулями, как не модулями, да? Да. Скорее всего, в этом плане дело. Здесь, наверное, просто мало всего подключено, да. В этом все дело, да. Здесь минимал в центре С4. X4 и что-то там еще и все, да, фактически все. Все, больше ничего нет. Тут всякие вот... Ну, но дефото, видимо, то, что имеется в виду, это какие-то виртуальные всякие штуки. Иса, то есть это... Иса это диск же, да? Да, компакт диск. Компакт диск, да. Так. Мы тут про слог говорим вообще. Посмотреть вообще, что у нас происходит с нашим свапом, да, как обычно через прок. Свапс. Вот это dbdm1 это то, что система создала, да, а это вот мы. Type Partition, да, это иметь в виду, что мы на разделе сделали, да, size. Вот мы тут... А, 100 мегабайт у нас было, да, ничего не меняли. Use, priority, минус 2, имеется в виду, что он сначала все-таки будет туда писать. Вот. Свап можно создавать, на самом деле. И есть такие штуки, как этот... Я тоже на какой-то предыдущей лекции говорил. The Ram, да, и... Еще что-то было, Олег, ты не помнишь? The Ram я говорил. The Ram, да. The Swap, может, нет? Нет. Ну, в общем, The Ram такая прикольная штука, которая тебе в оперативной памяти создает, а, не временный диск даже. Ну, он временный как бы, да. Но прикол в том, что все, что туда записывается, он для системы, он выглядит как своп, да, как файл подкачки. То есть если оперативка тебе закачивается, то он тебе начинает в этот свап впихивать файлы. Но свап находится в оперативке, как бы, где логика. А логика в том, что в этом свапе все, что запишется, оно все сжимается. Вот. Да. Соответственно, это дает тебе хороший такой прирост производительности. Но тут надо понимать, что ты, как всегда, обмениваешь одно на другое. Ты обмениваешь оперативную память на мощность процессора. То есть если у тебя, ну, как бы, у тебя идут ресурсы на сжатие данных. Как бы... Ну, это все... Ну, да, да, да. Но тут все равно, как бы, эту тему надо, да, понимать, что если, может быть, у тебя там сервер, который заточен на работу с процессором, как бы, да, которому память там не особо... А ты туда поставишь зараму. А тут... Так тебе... Вот я смотри, я когда ее тестировал, эту штуку, я когда только о ней узнал, на самом деле, я тоже вот в VirtualBox его тестировал, делал минимальное какое-то количество памяти, да, под Linux, и у меня Firefox'ом удавалось открывать там кучу страничек, там, со всякими плагинчиками и видосиками, да, когда у меня система просто отказывалась отзываться. Да, даже мышка не дрыгала вообще. После того, как я поставил Zotram, мне такое не удалось сделать. Ну, как бы, она все равно оставалась, как бы, да, это... Отзыв свой, да, я мышкой хотя бы, я бы... Да. Нормально будет функционировать. Нормально будет функционировать. Как бы, да, ничего страшного. Когда у тебя не кончится оператива, потом зао... Ну, что-то вроде... Это в идеальном случае, да, когда он убьет, у тебя система отвисненькая идея, да, по факту там, там, может быть, функция ядра, может быть, не настроена. А, то есть там работать себе? Ну, в общем-то, да. По идее, да. Вот. А. Монтирование всех этих автоматических наших файловых систем, да, происходит, да, в файлик E-Center F-Stab. Наверное, поподробнее нам сейчас Олег расскажет, что-нибудь про него. Расскажешь? Что многое я вам не расскажу. Вот, кстати, UUID. Да, смотрите, есть тут все по столбцам. Первый столбец, собственно, тип файловой системы. Нет. А, блин, боже. В первом столбце указано, что монтировать. А в втором столбце указано, куда монтировать. О, спасибо, раздражу. В третьем столбце как раз тип файловой системы. В четвертом столбце разные параметры. И пятый, шестой я сходу не помню, что там. Ты помнишь, Коля? Еще дополнительный парамет. Ну, да, они за что-то там отвечают, за какие-то действия. Могут быть там нолик или единичка. Раньше писали там устройство, писали там DEV, SDB1, например, в первом столбце. Но это не очень хорошо, потому что, когда вы добавляете новый диск, например, может так получиться, что система инициализирует их по-другому, в другом порядке. Соответственно, чтобы этого не происходило, сейчас используют UUID, потому что такой уникальный идентификатор, который гарантированно идентифицирует устройство. И, соответственно, вот такого вот перепутывания уже не произойдет. Например, вот Коля показывает, как можно посмотреть UUID. Есть еще более такой, как-то более грубый способ посмотреть UUID. Вы можете посмотреть, что у вас в папочке DEV DISC BY UUID. И вот видны UUID-шники, то есть они сим-линки, указывающие на устройство. Например, можно так посмотреть. Что делать? Нет. Это ссылки на блоченное устройство. То есть я не могу делать UUID? Нет. Мне кажется, по UUID можно по этому приводить. Монтировать, я думаю, можно по ним. Как ставку монтировать? Теоретически я не помню, как, но, по-моему, можно указывать на самом деле UUID. То есть их можно управлять этим всем делом. Ну да. Через FSTAP можно монтировать на самом деле любые файловые системы, да, там же и сетевые, и наши всякие виртуальные эти. Можно, например, использовать TMPFS для директории TMP, тогда она у вас создастся в оперативной памяти. Вот прямо из DFS, из FSTAP можно прописать, тогда при старте систему. Да, да. Но зачастую в TMP не важно, что от скорости можно получить. Например, если у вас сервер в веб-сервере, хранить там файлы с сессии. Вообще потрясающе. Вы знаете какую-то программу, которая будет пускаться без этой системы, монтировать дисковый оперативную память и заливать в этот диск образ сохранения с прошлого выключения? Нет, я такого не знаю. Смотрите, тебе надо периодически тогда синхронизировать данные из оператива с диском. Да. И в некотором плане это возврат к исходному состоянию. Не совсем можно это делать в моменты разного процесса. А так у тебя будет все очень хорошо. Да, да. Нет, не слышал такого. Стандартными средствами делается, нахабать даже более статьи, как бы как это все делается. На самом деле, ну, обычные силы. Ну, ты, блин, файловую систему памяти же можешь создать. Соответственно, все туда и пишешь. Почему нет? Потом синхронизируешь их без диском. И перед выходом делать, да, что перед выходом. Перед выключением, как бы, да, чтобы тебе данные все скинулись. На диск, ну, почему нет. Делают, у тебя же даже бездисковые эти есть серверки, когда ты сфлешки загрузился, у тебя все в памяти работает. Да, потом при выключении все стерлось, ты загружаешь, у тебя опять чистая система. Почему нет? А тут такая же система, только у тебя получается еще единственная система. Собственно, fstab файл, насколько я понимаю, он сделан для базовой загрузки, да, то есть можно указать, что, куда монтировать при старте системы. Так, ну, все. А ты можешь рассказать и про AfterFS? Нет. Что это? Ты же должен замечать, спасибо, расскажу. Нет, так я поэтому спрашиваю, что я не знаю. А что еще это? Это система, которая, по-моему, позволяет монтировать для каждого пользователя какие-то свои папки. То есть, ты залогинился, и охопа примонтировалась. Знаешь такого? Нет. Ну, тогда вот. Все? Да. На сегодня все, всем пока. Спасибо за внимание. Спасибо.